Всех витаю, дорогие мои друзья, в Киеве. Сегодня воскресенье, 9 часов утра. Похолодало, я вам хочу сказать, похолодало. А мы сегодня с вами едем поддерживать молодёжь. Я вот так оделась, думала, что будет тепло. Оделась очень прохладно. Ну что, я же серку куртку одену. Надо же так по-молодёжному одеться. Вот, одену курточку и поеду. Как я вам уже и говорила, сегодня ярмарка. 51 училище из Киевской области и города Киева должны представить свои работы на этой выставке. Поэтому я предвкушаю что-то очень такое доброе, красивое встреча с молодёжью, красивыми работами. Со мной одевайтесь, едем. Я вас повезу. На улице дождь идёт, так надо... Как-то это... Сейчас закручу брюки, чтобы не запачкались. Добрый ранок. Так, приехали. Вот Ашан, территория Ашана. Будет проходить мероприятие вот здесь, в эпицентре. Тут как раз и приехали... Инна приехала. Добрый день. Добрый день. Приехали двумя машинами? Я что автобус выглядываю, знаешь? О, кого я вижу? Привет. Марьянка, привет. Как дела? Нормально. Нормально? Ну что, привезли свою продукцию, да? О, команда. И привезли продукцию. Ага. А ваш, який забейте, зараз будем распаковываться. Божаю вам быстро распродаться и домой. Спасибо. Да. Молодцы. Сейчас побачим, что вы тут натворили. Уже есть с утра всех. Вы не завтракали, да? Мы лично не, а дети завтракали. Меня пкачают, я не ем. Марьяна проголод. Ну, Марьяна Шустра сейчас все быстро распродаст и все. И едем. Будем идти туда, и где-то там. Станешь, чтобы ближе. Давай. Видите, привозят свою продукцию, разгружаются. Наши тоже пошли разгружаться. На каву перейду. Все заезжают. Попробуй еще сделай, еще принеси, еще занеси. Аж на третьем этаже будет все. А вот же лифт есть вроде. Бедные несут руками, когда вот лифт, оказывается, здесь есть. Вот мы с вами и поднялись на этаж. Третий. Сейчас посмотрим. Еще, еще они только начинают приезжать и только сейчас начинают раскладываться. Здесь играет музыка. Я не знаю, можно даже заблокировать Ютуб, поэтому мне придется или разговаривать, или под музыку вам что-то ставить. Вот сумочки какие интересные. Но люди только-только начинают съезжаться. А здесь тряники я уже вижу, крючком вязаные. здесь что-то интересное. Я пришла специально заранее, чтобы потихоньку снимать, уже начинать интересные вещи. Интересные, да? Я уже потеряла своих, куда они делись. Так, Тетеев, где вы? города Кременчуга. Так это не только область киевская, оказывается. Красивые такие девочки в вышиванках. в вышиванках. Хорошая сумочка вот эта с маками. Ага. Давайте я вот это возьму на почин. На почин. Вот так надо делать, да? Чтобы все-все продалось. У вас все красиво. Вот у вас будет первый почин и быстро продадите. Все, по чин есть. Я по им. С белой церкви. С белой церкви? Ну, это соседи наши, получается. Кухари, так? Ага. Я понял. У нас есть яблоко, тут идет творожный сыр. Панкейки, смотрите, какие. Кейки по 40 гривен. Мой подписчик, идите сюда познакомьтесь. Мне так приятно, что... Вы давно на меня подписаны? Больше трех лет. Больше трех лет. Больше лет. Больше лет. Какая подписчик. Наша основная идея – это на речах. Это могут быть шоперы, это могут быть деревянные вироби, это могут быть священные подарки, которые мы предлагаем арт-терапевтический развантаживательный эффект, где можно сейчас, можно по QR-коду, можно через инструкцию створить такий наш шедевр. Наш патрикинский розпис приведен к нематериальной спадщине ЮНЕСКО, поэтому мы хотим пропагировать свой твір народного мистецтва, а также мы используем речи, которые уже были, ну, то есть повторные их использования, например, джинсы. Джинсы мы також шием шоперы и их размалюваем. Вот вам пример. Я особисто приймала в этой компании вот такую сумочку. И основное наше завдание, это, конечно, чтобы наш патрикинский розпис жив. Чтобы он жив не только в Украине, а он известен в всем мире. Поэтому мы хотим, чтобы наше селище Патрикинская таким же и осталось мальовничным. И наш майстриня, наш навчальный заклад профессионально-технического училища 79, оно мало таких прекрасных добивающего света, которые будут продолжать наше мастерство. Дякую вам. Дякую вам. Покажу, как девочки. Гарно молюсь. Патрикинская роспись. Я много раз вам говорила, много раз вам рассказывала о Патрикинской росписи. Вот смотрите, девушки, как красиво рисуют. Почему вы решили заняться именно Патрикинской? Расскажи. Ну, как сказала Наталья Петрівна, он известный, очень сильно известный. И я думала, почему бы не попробовать его намалювать. И за это время, что я учусь именно на Патрикинской роспись, он хоть немного сложный, но для меня такой чудовий. А сколько нужно учиться, чтобы научиться этому? Там достаточно уметь работать рукой, ты научишься, если хочешь, хоть за день, хоть за неделю. Но если в тебе это дано, ты можешь легко малювать. А если она вийта в тебе, то учиться не надо. А вообще, сколько курсов у вас в училище учатся? Ну, взагалі, если после девятого класса, то три курса. Сколько? Три. Три роки? Да, три роки. А если после девятого класса, то рев. Ясно. Так вы смешиваете краски, смотрите, как они краски смешивают. Обожаю Патрикинский роспись. О, как нарисовала, смотрите, красиво. А вы на чем еще малюете? На дереве. На дереве? Патрикинский роспись, он хоть где может використовывается. На дереве, на папире. На керамики. На одеже, на ткани. Вот это тоже мы малювали. Ага. Очень важно. это вы могли заметить в нашем... кофточки даже, да? Да. Платье, кофточки тоже размалюются, да? Вы же у вас даже прекрасно робите заново. Тоже? Такие здоровые. Молодцы, девчата. У вас уже работа есть. Я думаю, что это очень так высокоплачиваемая работа. Ногти у вас какие гадные. Да, у всех. Училась. Друзья? Я с Буславом. Гомендарного полкового полкового Женичая Ловицкого. Мы продаем суперек. Решной работы, розпис красного по тканям. Вот. Да, у девочек я купила, смотрите, прекрасные такие сумочки. И на украинскую тематику, и на рослинную тематику. Вот. И с лягушками такие. Ну, ну, очень красивые. Спасибо вам, девчата, что приехали. Добрый день. Давайте у нас прекрасно для свободных кошек. Откуда вы приехали, девчата? Богослава. Тоже Богослава? О, спасибо, что вы приехали. Смешно. Если вы возьмете 2, то 130. Я понял. Спасибо. А скажите, а вы училище, или что это? Да, да, да. Училище? Вы название училища? Богослава. Ага, понятно. А вы кондитер, или? Кухари. Кухари? О, с кухарами нужно дружить. Спасибо. Добрый день. Я вкусненький. Видите, какие вкусненькие они готовят. Добрый день. Откуда вы приехали? С Ирпень. Ирпень? Вот у нас колледж. Можете взять кисточку. Колледж такий, да? Да. Сейчас. Утримайте. Боже, сколько вы тут подарков даете, девчата. Мы щедрые. Да? А что вы делаете? Какие изделия делаете? Сейчас. Утримайте. Боже, сколько надо. Смотрите, прикрасы для дома. Можно прикрасить до великого дня такими веночками. Декор такой, да? Есть моды. Видите, какие харни. Арт-терапия. Моды. Ручной работы. Арт-терапия. Это такие наборчики у нас. 200 гривен. Тут очень много разных фигур. Видите, зайчики до великого дня. Тут фарба, кисточка. Это целый набор получается? Размальовывать для детей, да? Размальовывать. Это может быть не только с детьми. Это можно и самим, если хотите жить. Но молодые новые. Тут такие подставки. Можно взять и поставить. Потом кролика их сделать. Сколько стоит? 200 гривен. 200 гривен. Видите? 200. А такая мотанка, сколько стоит? Такая 1500. 1500. Очень дешевше. Эти 500. Это в зале 50 гривен. Очень красивые девчата. Прелесть просто. Мотанки какие. Куда приехали? Из Кривого Рога. Из Кривого Рога приехали? Да. Это училище у вас? Кондитеры? Не поварают. Кухари? Кухари? Молодцы. А что у вас тут такое? Видите, мы скажем. Ага. Кейпопсы. Кейпопсы? Да. Я даже таки не слышала. Это тортик на палочке. А, понятно. Это такой трайфл можно сделать за вашим желанием. Здравовы. Ммм, спасибо. Что вам подобается? 100 рублей. И в Кривой Рог можно заказывать, да? И лучше тут сейчас. Ага, тут сейчас. Я поняла. Дякую. Кремль, встаньте кремль. Прием, 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 прием. Мы выращиваем, мы хотели их дома, самим. У нас есть набор, набор, который можно самому выращивать. Это, ну, во-первых, это очень интересно. Это полезно. Ты получаешь свежую зелень прямо у себя дома, когда захочешь, как душа побажает. А откуда вы приехали? Из Горичьих Плавдек. Ага, понятно. Это Полтавская область, да? Понятно. Это очень вкусно. Это и полезно, и много микроэлементов. Это минимум А, Б. А вы вот так в таких контейнерах их выращиваете? А треба, очень много площади? Нет. Буквально можно на подоконник ставить и выращивать. Это очень мало. И очень легко. А как вы вот ее продаете? Вот в таком же выращенном виде, чем надо? Есть и выращенный вид. Можно и самому работать. Есть, а в результате. А, то у вас такие подорунковые наборы, видите, у них продаются. Сколько их стоит? 100 гривен. 100 гривен. Это не дорого? 100 гривен. Это очень просто. Надо смочить льон, чтобы все не стихала вода. Покласти семена, которые вам потребуют. И перекласти сверху другой тарой. Ну, не важную, чтобы семечки пустили корни в льон. И поставить на подоконник куда-то хорошее место. В теплое, светлое место. И через несколько дней, в обед, вечером, там, треба заходить проверять, проверять, проросло или нет, поливать обязательно, смочить. И через неделю, через 7-10 дней у вас уже будет готова смачная зелень. То вы приехали? Мы из Билы Церкви. Билы Церкви. Мы из Билы Церкви пакового получив сервисов для дизайна. Наша команда называется Double D. У нас аксессуары личной работы, они универсальны. И НИСЕКС. И также насылки с переробленных эко-материалов. И портуфея. Яку можно бачить, да? Да, вы что? Один из видев. А ну, покрутитесь. О, бачите я? О, а ну, покажите. А ну, покажите. Тоже развернитесь. О, вот так, да. Это так модно, да? Это для того, чтобы показать такую кишку, такую изюминку в стиле. Ага. Я поняла. Для таких смелевых, сучасных молодых. Здесь есть парные браслетики, каблучки, корсутки. Все очень красиво. Все сделано нашими руками. А сумки вы сказали, что? Сумки с перероблених материалов. В плане, что была какая-то тканина, ее взяли, перекроили, перешили и створили такие сумки. Чтобы вытрашивать, потому что это очень шкодит природой. Каждый день вывозят около 23 кур мусора, тканины, смертя. Поэтому вы решили, так, просто допомогать природой. Как шоперы, так и через кучи. Молодцы. Такая молодежь у нас все беспокоятся о экологии. Дякую вам великое за это. Дякую. Дякую. У нас не ледяники, а абсолютно без дуку. Это природный заменник сестру, там, ну, они абсолютно диетические. Мы нададим вам коробочку, и вы сами можете побрать наполнение для этой коробочкой. Натуральная станина, там натуральная станина. Дуже классные брюки, дуже обалденные брюки. Вот, на резинке, вон их сзади. Зроблено из пластика, смотрите, все загорается. Переробка пластика. Что за? Мы подняем лепесток до життя. Ага. Чтобы не загрязнять нашу планету. Чтобы не загрязнять планету. Они долговечные. Они не выгорят. Они не очень дорогие. Можно использовать их. Если в пару лет не имеют тех цветов, которые вы любите, то можно купить их. Они будут радовать вашу. Они, видите, эти букеты еще включаются, и можно использовать как светильники. Да, в синем цвете. Это все из пластика. Да. Умельцы какие. Это у вас, откуда вы приехали? Кременчуг. Кременчуг? Кременчуг. Далеко же вы ехали. У нас еще есть инстаграм. Инстаграм есть? И где ваш инстаграм? Покажем инстаграм. Вот у них есть. Вот такие уже элегантные русские типы, которые завязываются на банке. В таком французском стиле. Насправді вы великие, великие молодцы. Мы рады вас вітать в городе Киеве, в нашей столице, на ярмарку Junior Expo 2024 с вашими результатами. Я впевнена, что у каждого из вас есть чем поделиться, рассказать про шлях, как вы пришли именно к этой идее. Как вам выходило, что не выходило, саме створить этот продукт, который вы сегодня представляете. Витаем вас. Божаем вам великого и великого радости сегодняшнего дня. Божаем вас, добутки в ваших знайомствах, обміну досвідом. Божаем залучить и найти новые знайомства. Залучить какомога больше покупателей. И всего вам всего наиболее. Будем сподіваться, что несмотря на такую погоду, на сегодня все товары, все наши послуги будут проданы. Четыре регионов Украины. Это Киевщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Кириллоградщина и Львовщина. Это 34 учебных 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 учебных. Раді вас бачите. Мы вам всем благодарны. Еще один момент. Живем они наскравді в очень сложный час. Дякую Богу и дякую нашим защитникам, что мы можем быть здесь, в такой количестве. Но в разе небезопасности, оглашение поветренной тревоги, мы идем до найближчого укриття, которое нам рекомендовали наши партнери. Это эпицентр. Пришли сюда в столовую, пока еще не началось, решили покушать. У меня солянка, салат. И у девчат тоже что-то вкусненькое такое. Инночка, расскажи, кого ты это привезла сюда, пока тихо музыка не играет, а хоть можно поснимать. Приехали мы сюда с учнями, с училищами, с нашими здобувачами освіти. Мы готовили проект почти целый год. С вересня месяца начали. Целый год? Целый год. И вот в травм году у нас уже будет завершение нашей компании. Мы приедем сюда на начале травм года. Мы уже будем защищать наш проект. Сегодня на ярмарке продаем нашу продукцию. И все. Ну, удачи вам, удачи. Спасибо. Уши пока не остыла. Марьянка, а ты как? Ехала, расскажи, что там. А Марьяна с мамой за компанией. Марьяна с мамой за компанией. Просто было месяц и Марьянка. И выходной, да? Все, понятно. Приятного нам аппетита. Доброго дня. Мы компания Pain Company. З Днепровского центра професійно-техничної освіти. Приехали с петриківским розписом. У нас сувенирная продукция. Магнестики с петриківским розписом. Символика украинская. Заколочки у нас також. Это очень для женщин. И яичка, и магнестики украинского сына. А сучки також под горячим. У нас вставочки. А можно такое под горячим? Да? Ничего не расплавится? Нет, это не было специально расплавано. Для того воно не расплавится. А с какого городу, с какого міста вы приехали? Да, мы из Днепра приехали. Днепра? Ого, из Днепра как далеко. Далеко. Дякую, что вы приехали до нас. Вам дякуємо. Закружу вас чуть-чуть ближе до сцени. Боя такая очень хорошая возможность поспілкуватися и познакомиться с нашими партнерами. С людьми, без яких не произошло, без этого действия. Бо насправді это все непроста работа. И потребует много усилий, погоджений и поддержки с боку разных партнеров. Дякую. Скажите, как настрій, уже заработали трошки грошей? Да. Ні? Кто не заработал, я вам гараздую, что вы еще заработаете. А кто уже заработал, я вас вітаю с первыми продажами на цьому ярмарку. Надеюсь, что до конца ярмарки у вас будет их набагато больше. Как я уже говорила и повторюсь с вашего дозвола, сьогодні у нас чудова возможность. Ярмарка Junior Expo 2024 зібрала 51 компанию из 5 регионов Украины. Киевщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Кировоградщина. Вы есть? Есть. Львовщина. Десь так же есть, возможно, на майстер-классах. Сьогодні уникальна можливість набратися досвід, познайомитися, а також побачити, як насправді відбувається бізнес. Це не просто. Ми сьогодні вражені від ваших майстерностей. Ми порівнюємо ті ваші перші виступи, які були на таборах підприємництва, коли ви тільки пропонували свою ідею. І сьогодні ви цю ідею втілили в життя. Ми раді за вас і ми дуже вами тішимося. Також це дійсно не відбулось без наших гарних друзів, зокрема наших партнерів. А саме, хочу запросити до слова привітального пана Міхаля Паула, директора програми професійна освіта в Україні, Німецького товариства міжнародного співробітництва JIZ. В рамках цієї програми сьогодні представлено 24 компанії Дніпропетровської, Київської та Полтавської області. Будь ласка, Міхей. Дякую за перегляд, що ми доді сюди. Я виспираюся на енергію. Я маю зберігався на всіх розвиток і спілкувався з вами всі. Я любив проєктів, які ви робите. Дякуємо, що запросили мене сьогодні сюди. Я дуже натхнений енергії, яку ви всі промінюєте. І мені дуже подобається захід, який сьогодні відбувається. Разом з вами. Я сподіваюся на співробітництві і тренінцію за останні 5 років. І це завжди навіть складається, що працює в школі. Бо це є навчання, це є права, це є рухи, це є рухи, це є рухи, це є рухи, щоб змінити. Ми підтримуємо співпрацю з різними професійно-технічними закладами і школами понад вже 5 років. І я знаю, що це не просто працювати зі школами. Тому що, як правило, вчителі і школи мають певні свої правила, регулювання і процеси. Але що ви маєте отримати від заходу і стосовно вашого майбутнього професійного життя і розвитку, це думати поза межами рамок, поза межами коротків, які ми всі живемо. Діяти підприємницько, незалежно, незалежно інколи від ваших вчителів. Я дуже впевнений за продукти, за ваші працівники, які ви визвили. Це ентіси я, що я бачу віде, вона, я бачу, що ми працюємо за переглядомі з'юнічними членами. Тому що ми працюємо за переглядомі з'юнічними з'юнічними, в одном evento. И это очень важно для меня и для моих коллег, чтобы продолжать работать с вами. Спасибо, все хорошо для ваших бизнес-проектов. И я буду еще купить несколько вещей. Я надеюсь. И никогда не видел столько счастливых людей в одном месте, которые получают удовольствие от этого. И я еще дальше хочу купить несколько вещей для себя. Спасибо всем вам, что вы долучились. Спасибо за такие хорошие слова, за поддержку. Также я хочу поддякувать и зазначити, что мы бы не смогли дойти до каждого заклада, который сегодня присутствует, без помощи наших органов влади, наших департаментов освяти, навчально-методичных центров, навчально-методичных кабинетов. Великое вам дякую за поддержку, дякую за понимание того, что молодь потребует такого, знаете, возможности, которые открываются различными программами. И эти возможности варто им предложить. Поэтому, хотим запросить до слова пані Ярославу Тростянську, директора Департаменту освяти и науки Киевской областной администрации. И несколько слов сказать для наших участников. Доброго дня, дорогие друзья, дети, студентство, наши прекрасные организаторы, батьки, которые приехали. Всех-всех рада вітати, от Киевской областной администрации, от Департамента освяти и науки. Действительно, захід очень значительный, вагомый. И у нас, хочу сказать, уже співпраця не один рік с Junior Retirement. И в Киевской области безлищ такого низка заходов щодо подприемницей до розвитку финансового грамотности серед ученых студентство было проведено джуньорочин. Это величезная подяка за такую дейсно пледную співпрацю. Хочу сказать, что такие заходы, они мотивуют молодь, надихают. И дейсно, сьогодні мы бачим очень много радостных облич и верю в перемогу, верю в перспективу в развитие Украины. Потому что, шановные юники и девочки, именно вам восстановить и восстановить нашу Украину, и восстановить экономику Украины. И очень приятно, что мы все с энергией общества, бизнес, влада и работаем на развитие Украины. Слава Украине! Героям слава! Дорогого гостя, которая приехала из Дніпропетровской области, сегодня я знаю, в поездке, пані Олена Грешаев, выполняющая область директора навчально-методичного центра професійно-техничної освіти в Дніпропетровской области. Доброго дня, шановные коллеги. Витаем вас из Дніпропетровщины. И я хочу подякувати пану Ирине, пану Лизе, Михаилу и вообще компанией Junior Ачимон за велику можливість на сьогоднішній день здобути щось новое для себя. Те новое, яке даст можливість далі розвиватися у цей молодости, яка сьогодні приїхала з багатьох куточків України, яка має можливість далі з цими знаниями, обміннями, йти по життю і можливо відкривати свої власні справи на майбутнє не уходити в тінь, а працювати по-білому і тим самим розвивати нашу рідну Україну. І справи відкривати власну справу від ідеї до сьогоднішнього результату. ми вважаємо вам, щоб ви розвивалися, а ми з вами будемо розвиватися і все буде Україна. Дуже дякуємо за такі гарні теплі слова, дякуємо за вашу увагу, але це не означає, що робота закінчилася. Друзі, повертаємося до роботи, шукаємо клієнтів, включаємо креатив, виходимо за свої столи і ми віримо, що сьогодні буде гарний у всіх результат. Результат вже є гарний, бо ми всі разом зібралися і справді майбутнє вас, наших дітей, наших учнів, наших студентів. Успіхів вам і гарних продажів! Вітаємо! Дякую за перегляд! Дякую! Дякую за перегляд! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 приготовить. Ну, вообще, молодцы. Молодёжь у нас золотая, конечно. Смотрите, вот такой наборчик. Такой. А это серёжки. Сейчас покажу. Серёжки, смотрите. Какие серёжки. Немножко вот здесь вот не продумывали. Вот это вот слетает. Надо здесь немножко зацепить. А так просто прелесть работа. Ой. Сейчас, секундочку. Вот, смотрите. Даже жемчужинку такую пришили. Ой, девочки, молодцы просто. Не нарадуешься молодёжи нашей. Какие они выдумщицы. Какие они рукодельницы. Там было много и кулинарных, и разных. Вот, смотрите. Какая прелесть. И ещё. А, это ж вот оно в таком мешочке ещё. Ещё такой плотный-плотный мешочек. Они упаковали мне вот такой мешочек. Вот это всё. Вот это. Я, конечно, ещё такие вещи носить не умею. Ну, придётся мне тоже носить такие вещи. вот. Это ж надо. Каждую надо вышивать. Каждую нужно сделать. Так, теперь смотрите. Вот такая сумочка. Вы видели? Я показывала, но ещё хочу вам показать. Тоже каждый стежок. Девочки вот молоденькие так старались. Стежок в стежок. всё ровненько. Боже мой. Смотрите. Причём же цена совсем другая. Не сравнить с какими-то брендами. Хотя, это, я считаю, бренд. Смотрите, как сшито здесь всё. И это внутренняя сторона. Кармашек такой. Легники. Регники, да? Регники. Вот так вот. Это всё они вручную расписали. Вот. Вот такие покупки у меня. Эту сумочку я купила на подарок Тамаре. Света Свети хотела, но Света не любит такие сумки, сетки носить. Сумки, сетки. Смотрите. Даже нарисовали с этой стороны. Плотно-то. плотная-плотная ткань. Медь же выбирать. Вот с этой стороны. Свету покажу. Вот так. так. Продолжение следует...